2020 год это год мне кажется особенно уникальный и причем уникальный он не только в моей жизни не только в моем таком небольшом служении небольшой опыт служения но я думаю и в служении многих из вас потому что в этом году была пандемия она и продолжается и мы еще будем знаем уже о предстоящих ограничениях которые начнутся в некоторых городах завтрашнего дня а дальше значит и в других городах начнутся но когда началась пандемия мы столкнулись с некоторыми трудностями которые мы никогда не ожидали мы не думали что в этом году у нас будут эти трудности эти трудности отменили многие наши планы мы начали резко предпринимать какие-то решения строить новые планы и мы были в какой-то степени озадачены и вот здесь этот 2020 год заставил нас начать анализировать потому что та ситуация в которой мы оказались когда церковь не может собираться когда церковь начала собираться онлайн или это даже сложно назвать собираться просто наблюдать за собранием когда церковь стала созваниваться в зуме когда мы столкнулись со сложностью как быть с причастием когда у нас возникли сложности что делать когда требуется на богослужение находиться с дистанцией ленточки натягивать или клеить вот такие бумаги на кресло когда нужно одевать маски и многое многое другое мы со всем этим столкнулись еще более сложная проблема как отмечают братья не все после пандемии вернулись в церковь это опять таки нас заставляет анализировать и это одна из причин почему у нас в этом году проходит конференция на тему аналитики мы оказались в таком кризисе мы понимаем что нужно анализировать но не все у нас в этом плане получается а может быть и не знаем вообще что делать не знаем как анализировать поэтому на этой конференции мы об этом много говорим и уже очень много сказано было я так немножко напомню что мы говорили первый день мы говорили о том что нам необходимо аналитика мы говорили о важности ее об актуальности мы отметили даже проблему что есть такая проблема отсутствует здоровая аналитика в целом то аналитика она присутствует какая то есть как то мы это делали но такой вот регулярной здоровой аналитики совместно с другими братьями в служении открытой аналитики к сожалению нету также мы частично посмотрели в первый день на аналитику личности пастора на аналитику самой общины на примере откровения первых трех глав второй день мы говорили о самоанализе самоанализе вникая в себя и в учение на что обращать внимание при анализе влад говорил о команде антон иванович говорил с чего начать аналитика у него был такой пример аналитики и третий день мы говорим снова об аналитике жизни пастора и в этом нам помог виктор показал пример аналитики вот подошли мы к моему докладу в самом начале доклада я хотел бы чтоб мы сделали такое практическое задание для этого надо вам ручки если есть ручки возьмите пожалуйста у меня нет ручки я бы также я карандаш а если есть ручки возьмите потом возьмите свой бейджер и здесь найдите мой доклад и зачеркните слово процессы вот это это такое практическое задание ни у кого в докладе не было практического задания такого у меня есть для чего мы это сделали две причины может быть в первый день вы слышали антон иванович говорил что он сидит в каком-то чате в котором обсуждают соответствие заявленной теме и тому что говорит говорит с кафедрой вот чтоб не обсуждалось в этом чате кто и кто эти люди остаются угадать которые обсуждают вот вторая причина на самом деле братья просто за эти два дня было все сказано о процессе что я хотел сказать всего лишь один принцип был не упомянут я его сейчас упомяну я обещаю что я процессе тот доклад который готовил я его превращу статью он будет на сайте экклезии вот поэтому а процессе ничего не будет сказано там было семь принципов и вы о них прочитаете но несколько советов будет и мы поговорим об инструментах инструменты которые бы нам помогали в дальнейшем в служении как анализировать братья все мы люди иногда мы испытываем страх и один из страхов иногда мы боимся делать аналитику это так искренне я говорю за себя я тоже боюсь делать аналитику потому что я не знаю что меня ожидает когда я отвечу на все эти вопросы каким выводом приду где-то есть такой страх по причине эгоизма я боюсь быть уязвимым потому что вдруг окажется что из-за меня пастора такая ситуация боимся потому что аналитика вскроет какие-то проблемы которые нам нужно будет потом долго разгребать а может быть мы их скрывали эти проблемы но мы знали и мы знаем какие проблемы вскроются и не хочется анализировать хочется как-то закрыть глаза и пропустить это мы боимся что в процессе аналитики нужно будет быть честным нужно быть открытым нужно называть все своими именами а следовательно аналитика может затронуть близких нам людей друзей братьев сестер с кем мы близко общаемся и может быть это будет больно кому-то неприятно а мы не решаемся критиковать у нас много страхов но братья дорогие я хочу ободрить и вас и ободрить себя когда я размышлял на эту тему когда я тоже размышлял по книге откровения первым трем главам братья на что я обратил внимание христос анализирует нашу церковь вместе с нами христос занимается аналитикой вместе с нами на самом деле аналитика это такая самая настоящая практика доверия христу мы доверяемся христу и вместе с ним проводим аналитику с каким сердцем я подхожу к аналитики своего служения с каким сердцем я подхожу к аналитики своей жизни аналитики служения всей общины в которой нахожусь и когда мы читаем книгу откровения то видим что христос держит своей руке семь звезд это семь пресвитеров уже об этом говорилось они при или представляющие руководство по местных церквей он их держит своей руке и он им помогает делать аналитику это ободрение для меня ободрение я не один делаю аналитику и это ободрение для тех братьев у которых нет команды для аналитики братья дорогие вы не одни делаете аналитику в эту аналитику делаете со христом христос с вами мы анализируем церковь во главе с иисусом христом братья когда мы когда мы это осознаем нам не страшно приступить к аналитике страх куда-то девается потому что мы со христом находимся присутствие христа оно придает уверенности потому что он будет меня направлять в нужном нужное русло в нужном направлении я буду двигаться помните слова апостола петра где он говорит что христос пастыри начальник а мы лишь его помощники мы между собой просто сапастыри даже мы не старшие пресвитеры мы сапастыри сапастыри даже апостолу петру а христос пастыри начальник поэтому брат дорогой анализирует церковь помни о том что ты не один с тобой глава глава церкви иисус христос на этой конференции мы уже несколько раз побуждали друг друга заняться анализом и когда вы начинали анализировать задумайтесь братья даже когда вы отвечали на эти вопросы контрольные определенные вопросы после сессий христос анализировал вместе с вами когда вы думали над ответом анализируя свою жизнь анализируя церковь может быть в малом христос анализировал вместе с вами он присутствует через духа святого и он вместе с нами занимается анализом общины когда в светских организациях проводится аналитика то приглашаются обычно эксперты извне экспертами же аналитики церкви являемся не мы сами экспертом аналитики является сам христос я думаю вам знакома книга джона пайпера с таким хорошим названием братья мы не профессионалы ведь мы действительно не профессионалы и вот нам важно в этой аналитике смотреть на христа дорожить его присутствие в нашей жизни дорожить его руководством он профессионал он он эксперт а потому братья эта истина нас смиряет действительно смиряет не мы эксперты но с нами эксперт иисус христос когда мы приедем домой нам нужно помнить о том что после конференции не я стал экспертом по аналитике я сейчас буду анализировать и говорить что как надо сделать эксперт иисус христос и я всего лишь в этой команде его нахожусь эта истина побуждает заглянуть свое сердце что там творится эта истина показывает нам нашу гордость когда мы пытаемся как раз сами быть аналитиками сами быть профессионалами экспертами эта истина изгоняет страх и это истина возвращает нас к правильным мотивам мы анализируем ради славы иисуса христа мы хотим чтобы христос был прославлен в церкви мы хотим чтобы церковь возвещала христе мы хотим чтобы церковь отражала личности иисуса христа мы хотим чтобы церковь провозглашала всем людям что есть иисус христос который глава этой церкви который спаситель церкви и который хочет спасти еще многих многих людей это очень ценная истина братья дорогие здесь все мы все мы разные но всех нас можно разделить на две категории и одна категория это уже действующие пастыри церквей вторая категория это пост но не пастыри но просто служители может быть проповедники может быть лидеры малых групп может быть активные члены церкви я хочу дать так мы просто несколько советов прежде чем перейдем к инструментам несколько советов отдельно для каждой категории братья я опять-таки напоминаю что я не эксперт у вас у многих опыт служения намного больше но несколько советов которые мне самому помогают когда я возвращаюсь с конференции советы которые я сам регулярно нарушаю когда возвращаюсь конференции мне нужно нужны братья служители которые мне напомнили о них и притормозили меня братья старайтесь чтобы аналитика которую вы будете проводить в церкви была созидательной а не разрушительной мы говорили о важности аналитики мы говорили что мы не умеем это делать или умеем каждый по-своему но приехав с конференции мы можем многое наделать так что это будет разрушать мы можем преподнести аналитику своему церковному совету или членам церкви таким образом что люди возненавидят аналитику и это можем сделать мы просто своим определенным подходом наша аналитика может быть разрушительной вчера об этом уже немного говорилось и в отношении между поколениями в том числе но в последний день нам об этом обязательно нужно говорить снова помните пример с роялем который можно передвинуть сразу который можно передвигать по сантиметру и который вообще не можно не передвигать если это не принципиальный вопрос не начинайте воевать за второстепенные вопросы может быть даже не начинайте аналитику с этих второстепенных вопросов зачем на это так сказать в первую очередь обращать внимание пусть у вас будет в жизни в служении такой человек который притормаживает может быть у вас как вчера когда мы общались с петром ивановичем что это было допрос опрос или интервью вы должны были определить но пётр иванович сказал что иногда он нажимает на тормоз чтобы меня слишком сильно не несло хорошо когда в вашей жизни есть такой человек который нажимает иногда на эти тормоза также совет братья не сравнивайте себя с другими церквями невозможно все скопировать эти частые сравнения и частые сравнения особенно с какой-то одной и той же церковью тоже начинают раздражать у нас сейчас церкви есть один брат который вернулся после учебы вот он вообще не с нами часто апеллирует к авторитету одного человека это этот авторитет действительно авторитет это действительно умная голова вот но так как упоминается слишком часто эта умная голова я понимаю что может наступить такой момент что члены церкви будут ненавидеть уже эту умную голову при этом они из лично с этим человеком не знакомы и если мы повторяем одно и то же часто ссылаясь начнет раздражать людей это простой простой совет простое напоминание братья если вы часто будете говорить фразу а вот на экклезии а вот на экклезии а вот на экклезии сказали что нужно делать так а вот на экклезии сказали что нужно делать вот так и так далее либо вы будете упоминать я не знаю русскую библейскую церковь слишком часто да простят меня братья из русской библейской церкви Не упоминайте эту церковь слишком часто на совете, чтобы ваши члены совета не начали эту церковь тоже ненавидеть, скажем так, да? Церковь должна быть не экклезия-центричной, площадки экклезии, но христоцентричной. Церковь должна быть христоцентрична, при этом с библейской экклезиологией. Мы провозглашаем Христа, мы ради Христа хотим делать аналитику, мы хотим, чтобы в этой церкви приславлялся Христос. Другой совет, братья, нам всем нужно терпение. Не так просто, чтобы произошли в церкви перемены. Иногда нужно ждать годами, чтобы эти перемены наступили. Иногда перемены не наступают, иногда ничто не меняется, и некоторые братья имеют такой опыт, когда пытались, чтобы произошли перемены, но они не произошли. Нам нужно терпение. Тем более, что если не было в церкви культуры аналитики, вы не сможете ее просто по щелчку создать. Это культура. Культура, она не создается по приказу. А вот сейчас у нас начнется с понедельника, в каждой нашей церкви будет культура аналитики. Это объявление ничего не значит, ничего не произойдет. Это создается постепенно. У вас будут ошибки, у нас есть ошибки. Не все у нас сразу получается в анализе. Будут неправильные выводы, но нужно время, чтобы люди научились анализировать. Для этого нужно время. Нужно время, чтобы научиться исправлять ошибки. Одна из книг, которая уже рекламировалась здесь на конференции, это книга «Обновление церкви». Автор рассказывает в этой книге, сколько лет ему понадобилось для обновления церкви. Достаточно много и больше, чем 10 лет. Готовы ли вы на такой долгий забег, на такой марафон? Нам необходимо терпение. Мы приехали с конференции, мы что-то осознали и думаем, сейчас я расскажу, и все поймут. И все согласятся, и все изменится. Не происходит так. Так, братья, искушение, появится искушение также пойти по старинке. Знаете, каким образом это бывает. Умирает какое-то служение. Ну, может быть, семейное служение или молодежное служение. Или, я не знаю, там, сестринское служение. И нужно срочно его реабилитировать. Ну, срочно. Если оно умрет, это говорит о том, что у нас плохо развивается церковь. Нужно срочно его возобновить, и все пойдет отлично. И что мы ищем? Мы ищем совета. Подскажите, какой материал нам проходить, например, на семейном служении или на молодежном служении, чтобы как-то возобновить это служение. Как-то раз возникло такой разговор у нас по молодежному служению, когда в церкви, в которой молодежное служение вот так вот, то вверх поднимается, так на энтузиазме, потом сдулось. И вот очередная программа, которую они схватили и пришли еще рекламируют всем молодежным лидерам. Вот, давайте возьмемся, и все пойдет. Они думали, что все пойдет. Самый главный энтузиаст, он слился уже месяца через два, его уже почему-то не оказалось в этом молодежном служении. Остальным пришлось приходить за советом и спрашивать, а что же нам дальше-то делать? Что делать с этой программой? Кстати, программа была неплохая. Программа была неплохая, просто понадеялись, братья, что мы сейчас эту программу возьмем, и все пойдет. Не идет. Может быть, просто нужно было сесть и проанализировать. И сейчас, когда какое-то служение умирает или загибается, может быть, нужно просто взять, сделать анализ, и я скажу это страшное слово, и похоронить это служение, чтобы не просто реабилитировать на какое-то короткое время. Если мы просто реабилитируем служение на короткое время, то мы здесь на конференции не поняли сути. Делайте анализ, учитесь делать этот анализ. И, братья, нам всем нужно учиться это делать. И, как я начал вначале говорить, пандемия нас в этом тоже убедила. Нам нужно регулярно делать анализ. И когда я размышлял о предстоящей новой волне, которая вот сейчас вводит новые ограничения, я подумал, а может быть, нам, нас Бог оставляет так своего рода на второй год. Сейчас снова будет то же самое, с чем мы столкнулись в марте. Возможно. Готовы ли мы к этому второму кругу? Может быть, это штрафной круг, как в биатлоне, да. Готовы ли мы его пройти, и подготовили ли мы сейчас уже церковь на правильные рельсы поставили, чтобы проверить, действительно ли мы правильно двигаемся? Несколько советов также братья тем, которые не являются пасторами. Возможно, вам даже сложнее сейчас ситуации вашей, может быть, у вас еще и сложные отношения с вашим пасторем в церкви, не все прислушиваются к вашему мнению. И вот вы не пастор, и после конференции ваш вывод может быть следующим. В нашей церкви все... И там добавьте свое слово. Какое на душе сейчас это слово лежит у вас. Все ужасно. Все плохо. Вот бы мне в другую церковь, вот бы мне в церковь братьев, которые проповедуют, те, которые анализировали, вот у них все отлично. Но, братья, братья дорогие, после конференции не оценивайте ваших служителей, возвращаясь. Вам эти инструменты даны не для того, чтобы сейчас анализировать ваших служителей, не для того, чтобы анализировать ваших пасторов. Примените полученные знания по отношению к себе. Просто по отношению к себе. Анализируйте себя. Анализируйте свое служение. Каково это служение? Что вы делаете? Как ваше служение? Как ваше личное хождение пред Господом действительно созидает церковь? Начните влияние именно таким образом. Пусть община увидит, какую пользу аналитика приносит лично вам. Лично вам. Вы анализируете себя. Вы анализируете свое служение. Вы применяете это в свое служение. Пусть община увидит, что аналитика – это полезно. Мы видим, этот брат применяет в своей жизни. Если вы действительно хотите созидать церковь, то проанализируйте, найдите плюсы. Потому что созидаем мы из плюсов. Немножко вспомню свое возвращение из семинарии. Я тут упомянул одного брата, который вернулся из семинарии. На самом деле я был такой же, когда в 2014 году возвращался. Возвращался с мыслью, что в церкви Святой Троицы все плохо. И что же там делать, я даже не представлял до конца. Но все плохо я точно знал. И об этом я был готов возвещать. Настой вовремя, не вовремя. Чаще всего не вовремя. Но я готов был об этом говорить, что все плохо, все нужно менять. Мы движемся неправильно, не туда. И буквально перед защитой диплома, вот так вот, у меня прям немного закипели мозги. У меня один брат сказал, что тебе нужно найти плюсы в вашей церкви. Тебе нужно составить этот список плюсов. Не все же так плохо. И я сидел, пытался найти эти плюсы. Сперва мне это было сложно сделать. Потом список плюсов начал расти. И я подумал, слава тебе, Господи, за эту церковь. Это же хорошая церковь, церковь Святой Троицы. Братья, дорогие, мы созидаем-то из плюсов, не из минусов. Мы созидаем из плюсов. И если вы не пастор, усиливайте те сферы, которые вы действительно можете усилить. Где будет плод, где будет благословение, где будет созидание по местной церкви. И это будет благословение не только лично для вас. Это будет благословение для всей церкви. И имя Христа будет приславляться более лучше, более качественно. Итак, это несколько советов, которые я думал, что будет кратко, но чуть-чуть дольше получилось. Теперь у нас инструменты. Я хочу упомянуть три инструмента, которые нам помогут для анализа церкви. Некоторые инструменты, в принципе, вы можете сами как бы создавать, можно так сказать. Почему я так говорю? Первый инструмент, это был вчерашний пример Антона. Антона Ивановича, пастора этой церкви, именинника, можно его еще раз поздравить с днем рождения. Он показывал нам пример, как можно проанализировать благовестие, основание новых церквей, служителей новых. И что-то еще? Членство, да? Да, и членство. На самом деле, братья, ничего сложного не было. Единственное, наверное, что было сложное, это умение на 200 человек так вот провести дискуссию с залом. Вот это было сложно сделать, братья. Но вы можете это сделать в своей братской на 5-10 человек. И это сделать намного проще. На 200 человек, да, это сложно сделать. На 5 человек, это намного проще. Вы можете брать каждое свое служение с братьями и честно, открыто задавать вопросы, обсуждать. Когда-то мы то же самое пытались делать и учились делать. Я помню, один из таких моментов аналитики в нашей церкви. Знаете, может быть, вы видели эту схему? Три вида общин. Общинная, литургическая, евангелиционная. На нескольких экклезиях мы уже эту таблицу рисовали. Я думаю, вы ее можете найти в книгах Евгения Юрьевича. И вот я тоже ее увидел. У меня она, я ее увидел, по-моему, уже раза два или три. И вот только тогда я решился ее братьям на доске тоже расписать. Я ее расписал, показываю все и говорю, братья, как вы думаете, какая мы община? И один брат так уверенно говорит, общинный тип. Ну, самый лучший, самый правильный, естественно. Вот. И я думаю, ну, все, все аналитику. Я пытался это подвести к другому выводу. Вся аналитика привела к тому, что мы идеальная церковь. Но просто Господь подсказал вопрос следующий, который нужно было задать. Я спросил, а какой у нас результат? Согласно общинному типу церкви результатом должны быть зрелые служители, воспитание новых служителей. У нас есть это? Или у нас, как в другом виде общины, потребители, которые сидят на своих местах, которые занимают свои скамейки и не любят, что на их место кто-то сел. И тот брат, который сказал, что у них общинная, что у нас общинная церковь, он говорит, я не люблю, когда на мое место садятся. Вот. И мы пришли к выводу, что потребители и большинство людей как раз оказались потребителями. Братья, такой анализ вы можете делать сами. То есть тот пример, который показал вчера Антон Иванович, это инструмент, которым можете пользоваться каждый из вас. Второй пример аналитики или инструмент, который вам поможет, это книга обновления церкви Эндрю Дэвиса. Ее уже вчера или позавчера роман дарил. Но эта книга очень хорошая. Это как раз про человека, который занимался обновлением церкви, но прежде он занимался аналитикой. Человек, который столкнулся с трудностями в церкви и определенными решениями церковного совета или членского собрания, которые явно противоречили библейскому учению, и он не знал, что делать. И вот здесь он дает очень хорошие практичные советы, как анализировать себя, как анализировать свое служение и как дальше действовать, что делать. Я надеюсь, что Эндрю Дэвис у нас на следующий год будет в России и от Экклезии какую-то мы конференцию будем проводить. Но об этом мы еще будем говорить позже. Сейчас я могу ее подарить кому-то из братьев, кто первый руку поднимет. Кто поднял первый? Последнему, да, глаза разбегаются, когда вы быстрые руки поднимаете. Третий инструмент, братья, о котором уже был такой спойлер, говорили, что мы расскажем вам об этом инструменте, расскажем. В первый день обещали, второй день обещали, и в третий день, если я еще не расскажу об этом инструменте, придется еще раз практическое задание выполнить и вычислить, еще одно слово. Третий инструмент мы планируем после конференции, я надеюсь, это уже завтра вечером появится на сайте Экклезия отдельный раздел для анализа, или он так будет называться, диагностика здоровья церкви. Прежде чем рекламировать вам этот инструмент, братья, мы его проанализировали хорошо, мы его обсуждали каждый вопрос, мы удаляли лишние вопросы, добавляли более нужные вопросы, вопросов получилось почти 140, мы нашей церкви Святой Троицы в Уфе обкатали этот инструмент на себе, сделали определенные выводы, и знаете, нас выводы нашу церковь, эти выводы направили в нужное русло, и когда мы с братьями, вот часть нашей команды сейчас здесь, мы выезжали в августе на планирование сезона, мы как раз ориентировались на вот этот инструмент, на диагностику здоровья церкви. Что, каким выводом мы пришли, я сейчас расскажу просто кратко, а потом дальше про этот инструмент расскажу. Мы пришли к выводу, что в нашей церкви есть хорошая работа над тем, чтобы у членов церкви были хорошие взаимоотношения друг с другом, и кажется, мы в этом возрастали. Мы работали над тем, чтобы члены церкви больше благовествовали и свидетельствовали о благовестии, и понимали, что такое благовестие, могли рассказать Евангелие другим людям, строили взаимоотношения, и действительно это тоже было, и мы видели результат благовестия. Но мы увидели одну проблему. Наши члены церкви имеют недостаточно хорошее отношение с Богом. По определенным критериям мы это заметили, но у членов церкви плохие отношения с Богом. Мало чтения писания, как нам казалось в результате диагностики, мало молитвы времени уделяется, мало или почти вообще нету поста, и это был наш вывод такой, мы попереживали, мы увидели, что мы в этом направлении меньше учим, меньше говорим, меньше как-то способствуем членам церкви. Мы решили сделать свою дополнительную анкетку, чтобы опросить членов церкви. по-моему, вопросов 15 было, и они были в трех направлениях как раз, я думаю, вам знакома эта схема о церкви, три направления церкви, это отношения с Богом, отношения внутри церкви и отношения с миром. И мы сделали вопросы по всем трем направлениям членам церкви, и они ответили. И действительно оказалось, что члены церкви у нас мало имеют общения с Богом, отношения где-то прерваны, что-то утеряны, при этом, знаете, они могут еженедельно слушать библейские проповеди помимо воскресного богослужения, они могут назвать имена всех лучших экспозиторов, лучших проповедников, что наших русских, что американских, они их даже цитировать могут, ссылаться на их проповеди, они читают книги, хорошие книги, некоторые из них прочитали почти все книги из серии «Девять признаков», потому что у нас тоже был читальный клуб, и мы читали эти книжечки очень удобно, одна книга в месяц, но почему-то эти же люди пишут в анкете, что они читают, может быть, два-три раза в неделю Библию, эти же люди отмечают, что молятся, ну, в среднем один раз в день, меньше пяти минут молятся в день, и так далее, просто такие простые показатели, а эти же люди пишут, что последний раз постились год назад, и мы подумали, это, это наша потеря, это то, в каком направлении нам нужно дальше двигаться, и на этом выезде с братьями мы как раз говорили об этом направлении, что мы можем сделать, как мы можем помочь, мы анализировали себя, а мы какие, мы служители в этом вопросе, и мы предприняли определенные действия, по сути, братья, теперь я больше к этому инструменту подхожу, я рассказал, как он нам помог, если вам пригодится этот инструмент, я надеюсь, он вам тоже поможет, по сути, это готовая анкета, которая поможет вам задать правильные вопросы, к церкви, и сделать необходимые выводы, в этой анкетке рассмотрено 12 сфер жизни вашей церкви, это сфера благовестия, о которой вчера Антон Иванович говорил, это сфера ученичества, как оно развивается в вашей церкви, это сфера членства в церкви, и мы сегодня видим проблему, что есть непонимание, для чего нужно членство, это сфера церковного руководства, и нужно проанализировать, какое руководство у нас, какие пасторы, какой церковный совет, в конце концов. Эта сфера касается экспозиционной проповеди и благовестия, может быть, чтобы не пугать вас словом экспозиционная проповедь, экспозиционная обозначает разъяснительная, проповедь, которая разъясняет Библию, но проповедь, главная мысль, которой берется не откуда-то извне, но берется из конкретного текста, который был написан, мысль, которую хотел передать авторам. Эта проповедь разъяснительная, эта проповедь называется экспозиционной. Каково богословие? Также в этой анкете есть сфера с вопросами о крещении и о вечере Господней. К сожалению, члены церкви не всегда могут объяснить, что это такое и зачем это надо. И это сфера, которую нам нужно укреплять, это заповеди, которые Господь нам даровал. И эти заповеди подчеркивают наш союз со Христом. Сфера поклонения и пения. Не начинайте аналитику, может быть, поклонения и пения вообще, или только с этого нужно поменять приславление в церкви, но в этой анкете это тоже касается, какое поклонение, какое пение в общине. Восьмая сфера общения и служения, то есть, по сути, о кайнонии говорим и о том, как все члены церкви участвуют в служении церкви. Девятая сфера очень важна, это молитва, как церковь живет молитвенно. Десятая подотчетность и церковная дисциплина. И церковная дисциплина, братья, это не только отлучение, до отлучения еще много этапов, о которых члены церкви забывают и не применяют. Одиннадцатая сфера это пожертвования, финансы, и двенадцатая сфера это видение церкви и миссия, миссионерство, куда мы смотрим дальше, на что устремлен наш взгляд. Немного поясню, как этот инструмент будет работать, может быть, пошагово. Вы, как пастор, можете зарегистрироваться на сайте Экклезия и получить доступ к анкете. У вас будет свой логин, пароль. Эту анкету вы отправляете либо совету, либо членам церкви от трех до десяти, может быть, и большим людям. Это могут быть служители вашей церкви, это могут быть зрелые члены церкви. Не знаю, сами определите, кому вы отправите, отправляйте по принципу, чтобы это были зрелые члены церкви, а не просто всем подряд, иначе это может усложнить вам аналитику. Третий шаг. Эти люди от трех до десяти человек, в том числе и вы сами, отвечаете на вопросы в анкете, это 140 вопросов, возможно, братья придется отвечать несколько часов. мы анкету не рассылали, мы эту анкету заполняли, собираясь вместе, и у нас, если не ошибаюсь, когда мы собирались и по пунктам шли по анкете, у нас ушло часов, наверное, пять. Мы делали две встречи, потому что мы каждый вопрос обсуждали, что-то даже сразу же редактировали в этой анкете, что вопрос может быть непонятный и так далее. И данное анкетирование даст вам наглядную картину состояния здоровья церкви и будет указывать, в какой сфере есть проблемы. И четвертый шаг. Вместе с диагнозом вы получите рекомендации, рекомендации о полезных книгах или статьях, которые помогут преодолеть конкретные слабые стороны. Если это слабая сторона благовестия, то будет рекомендация, что вам вместе со своим советом стоит изучить по этой теме, что улучшить, если это членство, то о членстве и так далее. Преимущество данного инструмента в том, что вы не просто проанализировали, но вы проанализировали, увидели слабые стороны, и мы вам готовы помочь ресурсами, как эти слабые стороны улучшать в вашем служении, как эти слабые стороны изменять, и чтобы это приносило славу Боже. Данная анкета не просто, знаете, скопирована с какого-то американского сайта, я уже говорил, эту анкету мы вместе создавали, мы ее анализировали, мы ее переписывали, удаляли вопросы, добавляли вопросы, и лично мне она очень понравилась, мы ее применили, поэтому, братья, берите, пользуйтесь, анализируйте, и обновляйте церковь во славу Христа. Вот, пусть этот ресурс будет благословением, пусть этот ресурс станет для многих из вас полезным в вашем служении, и, может быть, на следующей конференции вы будете делиться, чем он стал полезен, может быть, какие-то есть вопросы по поводу вот этой диагностики здоровой церкви, непонятный инструмент и так далее, один-два вопроса может задать, или я пойду дальше, мне еще кое-что надо, а мы еще ее не открыли, это чтобы во время моего доклада вы не начали регистрироваться, меня не услышите, я специально же, чтобы братья не отвлекались отдельно на чат, в котором обсуждаются доклады, и чтобы вам не регистрироваться, он должен появиться либо сегодня вечером, либо завтра, да, а вывод будет показан на сайте, да, 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 вопрос услышали, да, да, еще вот вопрос, на данном этапе это будет автоматический вывод, просто по ответам да, нет, скорее всего да, то есть автоматически он будет показывать, мы мы не считаем это совершенным инструментом, может быть нам понадобится подключать кого-то конкретных братьев, которые бы дополнительно курировали бы этот вопрос или еще как-то, но мы работаем над ним, но на данном этапе мы готовы сразу же его просто предоставлять в помощь и чтобы мы его применяли. Да. Ой, вопросов так много, я вроде думал, пару. Да. Спасибо за инструмент. У меня вопрос такой, а в чем уникальность этого инструмента? И почему у них 12 сфер? Потому что есть разные анкеты, там 8 сфер, там 10 15 вот это первый вопрос. Вы сказали правильные вопросы 140, а точно ли они дают нужный результат? То есть есть определенные методы социологического исследования, когда вопросы друг друга дублируют, да, и человек не отмажется. То есть как вы понимаете правильность этих вопросов? То есть правильность в том, что философия лежачая, дают остатки за этим вопросом и правильные. Выясните, пожалуйста. Спасибо. Почему 12 сфер и почему 140? Сейчас я попробую для этих цифр библейское обоснование, быстренько придумать. 12 апостолов, да, тут легко, вот 140, надо было 144, может быть, сделать, тут бы легче было связать с откровением. На самом деле 12 сфер, которые мы видим, то, на что Писание обращает много внимания, на что мы, как служители, должны обращать внимание, это не принципиальный вопрос, что должно быть 12 или 11. вчера Антон Иванович провел с четырьмя сферами и может быть, это в некоторых случаях это будет даже достаточно. То есть, это не принципиальный вопрос. Почему 140 именно вопросов, тоже это не принципиально, просто получилось такое число. Изначально получилось 70, потом 80, потом было 153, потом стало меньше, поэтому мы не подгоняли ни под какое число. старались эти вопросы делать сосредотачивая внимание на Писании, чтобы мы много говорим о том, какой должна быть церковь, мы хотим, чтобы Писание корректировало нас, и хотим, чтобы это было действительно библейское основание для этих вопросов, поэтому скажем, основание для вопросов мы старались, чтобы было библейское. Если у вас на каждом вопросе есть правильное внимание. Да, а как иначе, зачем их писать тогда? Вот, братья, я думаю, когда появится этот инструмент, вы сможете его прочитать, посмотреть, обсудить, да, братья, он будет в чем-то несовершенен, какие-то вопросы вам покажутся непонятными, не зайдите к нам, но я надеюсь, он действительно вам поможет, как, собственно, помог и нам тоже. Последнее, братья, мы не хотим, чтобы вся наша жизнь заканчивалась просто аналитикой. И вчера было сказано, мы делаем аналитику не ради аналитики. Мы хотим перемен, мы хотим, чтобы церковь Христова, она возвеличивала Христа, мы хотим, чтобы Царство Божие, оно расширялось, и многие люди еще, услышав о Христе, уверовали, и присоединились к здоровым церквям. Поэтому мы на площадке Экклезия говорим о трех таких направлениях и стараемся всегда о них говорить. Это здоровые церкви, и, в принципе, аналитика посвящена этому, чтобы церкви были здоровые. Мы говорим о зрелых служителях, и аналитика тоже была этому посвящена, мы анализировали служение пастора, и мы всегда стараемся говорить об основании новых церквей, потому что здоровая церковь рождает здоровую церковь. И поэтому наши конференции, мы хотим, чтобы имели такую определенную логическую последовательность. Не всегда, может быть, она и получается, но все-таки последние три конференции, как мне кажется, имели логическую последовательность. В 2018 году кто помнит, на какую тему была конференция? Где-то там в Москве на какой-то станции метро с участием Марка Дерреля. Ну, я помню, созидаем церкви по Евангелию. Мы говорили о фундаменте, который должен быть заложен в церквях, евангельский фундамент. Мы хотим, чтобы Евангелие превозглашалось, но при этом Евангелие не только превозглашалось, чтобы оно реализовывалось и в нашей жизни, оно применялось во всех сферах нашей жизни и служения. В 2019 году в Раменском мы говорили о семье служителя, потому что созидание церкви по Евангелию оно непосредственно связано с семьей служителя, с тем, как он сам стоит в вере и какой у него фундамент в семье. В этот раз мы говорим смотри, как строишь, анализируем, что должно последовать за аналитикой, братья. А? Перемены. Следующая конференция в 2021 году у нас будет называться обновление церкви. Мы проводили аналитику, и вы уже этот год будете пробовать обновляться. Вы будете применять аналитику в своем служении, и, наверное, что-то получится, что-то не получится. Этот год будет такой у нас, может быть, проб и ошибок, но через год мы хотим снова встретиться все вместе, чтобы все вы были, чтобы были братья из вашей церкви, командами мы были вместе, и мы бы вместе говорили об обновлении церкви. На этой конференции у нас главным спикером будет Алексей Алексеевич Коломийцев. Мы вообще планировали эту конференцию в этом году, как вы знаете, но из-за пандемии нам пришлось внести поправки, и, как мне кажется, хорошие поправки, чтобы провести конференцию об аналитике. И сейчас будет видеоролик с приглашением на эту конференцию. Должны включить его. Приветствую, друзья! Я очень рад возможности пригласить вас на конференцию Евангелия обновляющая церковь. Последние годы в наших евангельских кругах термин Евангелия достаточно часто используется, и, как обычно это происходит, от частого использования мы иногда теряем глубокое значение того или иного термина, и в данном случае что-то подобное происходит с Евангелием. В действительности, Евангелие это очень полноценное явление, которое касается не только спасения души, оно касается практической жизни, и оно, конечно же, очень тесно связано с церковью. Когда мы говорим о церкви, церковь пропитана Евангелием, она основана на Евангелии, и она фактически действует, исходя из тех ценностей, которыми Бог обновляет душу человека, когда Он спасает ее. Евангелие Христово спасло нас. Оно преображает наши жизни сегодня, и оно рождает церковь. Церковь – это эпицентр Божьей работы в этом мире, это его любовь, это его внимание. Но, к сожалению, иногда церковь превращается в какую-то убогую хибару, а не в прекрасный славный храм Божьей славы. Как обновить существующую церковь? Как сделать так, чтобы это принесло славу Богу и радость людям? Как это сделать по Евангелию и ради Евангелия? Приглашаю вас на очередную конференцию Экклезия 23-25 сентября в Москве, где мы будем говорить об этой важной теме, где мы будем не просто давать какие-то схемы и инструкции, а где мы будем вместе искать Божьи ответы для Божьей Церкви ради Божьей славы для Его народа. Итак, братья, анализируйте, помните, что Христос с вами и 23-25 сентября мы встречаемся с вами снова. Слава Богу! Продолжение следует...